Всем привет! Сегодня у нас будет установка, вернее, замена линз на автомобиле Ford Edge, американец. Не знаю какого года, они все одинаковые. Короче, будем ставить линзы AMS Z9 светодиодные. По нюансам установки. Фары снимаются без снятия бампера. Буду снимать вот эту пластмассу на клипсах. И вот два болта сверху. Ну, фордисты, эджесты, все и так знают. По внутрянке. У нас моногалогеновая линза. Она светит так себе. Ну, собственно говоря, поэтому эта машина и здесь. Так, ну для начала мы замеряем свет на заведенной машине. Также установлены здесь туманочки светодиодные. И я не нахожу кнопку, где их выключить. Я не спрашивал у хозяина, как это делается. Ну, они светят к низу. Поэтому особо разницы, я думаю, мы не заметим. Так, 1600 люксов. 1800 что-то здесь проскочило. Вот 1900 люксов. У нас свет. С этой стороны тоже самое, все аналогично. Ну, а вот так вот у нас светит дальний свет. Давайте померяем. Кстати, тоже будет интересно, я думаю. Дальний свет тоже довольно неплохо, я вижу, светит. Ну, дальний свет у нас выдает 5000 люксов на расстоянии 3 метра от стены. Здесь тоже самое. 4600. 4600 люксов. Давайте по новой, поехали. Итак, фары мы сняли. Это было, наверное, самое простое в данной работе. Разборка. Разборка фар, я думаю, займет часа 4-5. Ну, посмотрим. Ну, загадывать не буду, поэтому таймлапс не буду никакой ставить. Здесь хрупкое стекло. Иногда оно лопается. У меня на Fusion лопалось. Плюс пластик сам по себе очень хрупкий. Сейчас я найду тут обозначение пластика. ПБТ-GF30. Фибер-глаз. То есть 30% здесь наполнение стекловолокном. То есть здесь спешить нельзя. То есть за сегодняшний день, первый, моя задача их максимально аккуратно разобрать и вычистить. Пленочку делать я не буду, потому что они в более-менее живом состоянии. Хотя можно было бы. Ну, пока что решили не делать. В общем, разбираю фары и буду использовать вот такие вот переходные рамки. И вот, собственно говоря, линза АМС-З9. Итак, на часах уже без 28 вечера. Закончил вскрывать вторую фару. Первая вон. Все целое. Стекло ничего не треснуло. Где-то по 3-3,5 часа ушло на фару. Герметик больше похож на пластик. Показываю. Вот герметик. Сейчас сфокусируемся. Вот это вот герметик. Видите, он блестит как пластмасса. И ломается как пластмасса. Вот это или Тайвань такое бывает делает, или вот американцы. То есть на немцах такого герметика реально не будет. То есть он очень хреново вскрывается. То есть адгезия очень сильная к корпусу. Но тоже к стеклу при помощи жидкости немножко удается раскрыть. Фары очень непростые в раскрытии. Здесь у нас вот этот угол. Недоступный, можно сказать. Плюс еще здесь прикручивается стекло. Ну и вот это вот место тоже такое оно непростое, скажем. Вот видите, заворот такой. Ну все целое, ничего нигде не треснуло. Завтра буду разбирать. Сегодня постараюсь еще вычистить герметик. Чтобы завтра осталось только заниматься врезкой линз. Вот, собственно говоря, линза. Линза Валио. Вот видно даже, когда она произведена. Ура! Итак, все готово для первого включения. Уже зажигание включил. И вот такой вот получился свет. Ну, по левой фаре видно, что горизонт у нас немножко завален. Дело в том, что я так сделал специально. То есть я постарался подвернуть линзу немножко влево. Для того, чтобы машина мягкая, большая, высокая. Чтобы на кочках не подслепливать никого. То есть я их чуть-чуть левую, чуть ниже сделаю. Будет как раз оптимально. Ну, в общем, собираю дальше. А дальше уже покажу финальный результат. Ну что ж. Вот такой получился результат. Фары у нас не полированные снаружи. Они немножко подуставшие. Но хозяин решил пока не делать пленочку. Машина как стояла, так и стоит. Свет у нас вот так вот светит. Теперь смотрим, сколько получилось люксов. Вот, как видите, через неполированное стекло у нас получилось 7500 люксов. А было, по-моему, 1600 или 1700, что-то такое. Оп. Ну, здесь, в принципе, то же самое. Вот вышло 7400. Так, и теперь дальний свет проверим. Как видите, у нас секция родная дальнего осталась с галогеночкой. Но в будущем можно поменять на LED-лампочку. Соосность я выставил. Итак, дальний свет у нас получился 9500. Ну, на заведенной будет чуть-чуть поярче, потому что галоген разожжется сильнее, скажем так. Так, здесь получилось то же самое, где-то 9600 под десятку. Опять же, фары не полированные. И машина не заведена. Ну, как-то так. Если понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока. Я просто поплопаю. Прямо вот так и стоит. Свет у нас вот так вот.